Мне хотелось бы, наверное, и продолжить, и что-то привнести чуть-чуть в наши сегодняшние с вами дебаты. Это касается попытки привнести в консервативные варианты и методы лечения некую инвазивную процедуру, которая на сегодняшний день, как вам известно, постепенно набирает обороты. Метод этот связан с суперселективной эмболизацией простатических артерий у пациентов с крупными объемами предстоятельной железы. Сегодня мы говорим про аденому предстоятельной железы. Понятно, что есть такое весьма, наверное, размытое понятие крупная железа. Почему? Потому что, если говорить с хирургической точки зрения, то подходов по истреблению этой крупной аденомы есть много. И, в общем-то, все зависит, наверное, от возможности самого хирурга и той клиники, в которой он работает. Раз мы говорим о мужчине пожилом, но мужчине крепком, то каждый, наверное, крепкий пожилой мужчина ищет тот метод, который, благодаря наименьшему количеству побочных результатов, заполучит тот положительный ответ или отклик, который будет связан с нормализацией мочеиспускания. Так вот, что касается сегодняшней нашей темы. Эмбол – это любой несвязанный внутрисосудистый субстрат. Я думаю, что все вы знаете и многие из вас сталкивались с этой проблематикой в свете того, что происходит в гинекологической практике. Это женщины с крупными миомами матки. Этот метод уже далеко не революционный. Он давным-давно применяется и, в общем-то, стал вполне таким приемлемым для лечения этого заболевания. Что касается определения понятия. Ну, это рентген-хирургическая эндоваскулярная процедура. Она приравнивается к операциям рентген-хирургическим. И состоит она, подчеркиваю, из избирательной окклюзии кровеносных сосудов. Почему так? Потому что, в общем-то, если мы говорим о неизбирательной окклюзии, это значит, что мы говорим о тех возможных проблемах, с которыми можем столкнуться. Причем проблемами очень-очень серьезными. Проблемами, которые существуют как в ближайшие, так и в отдаленные перспективы временные у этих пациентов. Проблемы, связанные с очень серьезными послеоперационными осложнениями у этих пациентов. Что касается урологической практики, где наиболее широко применяется данная технология, технология эмболизации. Во-первых, это остановка кровотечений. Остановка кровотечений, которая может быть у пациентов с тяжелыми неоперабельными опухолями, в частности, мочевого пузыря. То есть, фактически, это вариант того, чтобы, по крайней мере, на момент обращения этого пациента, ну, как-то продлить ему жизнь и прекратить то кровотечение, которое у него продолжается. Следующий вариант, наиболее широко используемый, это эффект уменьшения размеров предстоятельной железы. И, как вариант, это улучшение качества мочеспускания. Ряд работ. Это те, в общем-то, пионеры, которые опубликовали свои работы. Те работы, с которыми вы сталкивались, фактически, приблизительно в одинаковые временные промежутки, бразильцы и португалец вышли, так скажем, на мировой рынок с теми своими данными, которые были получены ими за определенный период времени. Значит, каковы показания? Многие из этих, части из этих показаний могут быть абсолютно диспутабельными. Почему, я скажу об этом позже. Ну, во-первых, это несостоятельность консервативной терапии. Здесь, я думаю, вы согласитесь, это вариант, когда путь этот пройден, когда эффекта должного нет, и когда пациент вместе со своим лечащим врачом начинает искать возможное дальнейшее движение вперед, каким путем идти. Следующий возможный вариант – это выраженное сопутствующее патологии. Здесь есть свои плюсы, здесь есть свои минусы, но неотъемлемым плюсом является то, что это та категория пациентов, которые не могут попасть на операционный стол и быть приоперированными тем или иным способом. Но, тем не менее, надо признать, что у части из этих пациентов, у возрастных пациентов, есть серьезные атеросклеротические нарушения в сосудах малого таза в том числе, и поэтому, к сожалению, зачастую даже с одной стороны не удается заимболизировать предстоятельную железу при наличии аденоматозного компонента. Крупный объем самой предстоятельной железы, чуть дальше покажу вам, с какими объемами мы сталкивались, но я уже сказал в самом начале, что здесь вопрос абсолютно дискутабельный, потому что кто-то может стать и сказать, что мы готовы прооперировать эту железу вне зависимости от ее объема, если у нас не будет эмболизации. Желание сохранения адекватной репродуктивной функции. Очень, я бы сказал, дискутабельный вопрос. У нас нет фактических наблюдений. Это мысль, которая была высказана, это мысль, которая требует очень вдумчивого к ней подхода, потому что та перестройка, которая происходит в ткани предстоятельной железы, не совсем понятна, каким образом это повлияет, и повлияет ли это положительно на то, о чем я сейчас вам говорю. Поэтому та категория пациентов относительно молодых, это были пациенты до 55 лет, было три таких пациента, с которыми сталкивались мы. Они говорили заранее о том, что да, нам хотелось бы репродуктивную функцию сохранить, при этом при всем эти пациенты до момента проводимой процедуры сдавали сперму в Криобанк. Ну и последний момент, безусловно, при наличии показаний, это желание пациента, потому что пациенты смотрят, пациенты читают, пациенты интересуются. И, конечно, если пациент говорит о том, что он хотел бы, а клиника, в свою очередь, может это предложить, то, в общем-то, при желании и результатах вполне вероятно, что такого рода процедура может у этого пациента сохраняться. Для тех из вас, коллеги, кто когда-то сталкивался с ангиохирургами, с интервенционными хирургами, вот этот доступ по методике Сельдингера, он, в общем-то, является абсолютной классикой жанра, с помощью чего можно проникнуть в малый таз и подойти к тем заветным артериям, которые должны быть заимболизированы. Это может быть вариант справа или с левой стороны, это может быть вариант, когда, скажем, не получилось с одной стороны, выполняется доступ с другой стороны, это уже детали, но, тем не менее, это как раз тот способ и метод, который широко используется, с помощью которого проводится сама методика. Вот так это должно выглядеть в идеальном состоянии, когда сосуды проходимы, когда сосудистое русло не изменено, когда архитектоника не изменена и когда мы можем полностью нафаршировать правую и левую долю, соответственно, вот этими зернами, эмболами, которые по прошествии определенного периода времени приводят к желаемому результату. Желаемый результат, в общем-то, здесь, это проходимость простатического отдела уретры. Вариант того, как это выглядит в ходе выполнения процедуры, опять же, с оговоркой о том, что абсолютно проходимо сосудистое русло. С чем, хочу сказать, вам сразу сталкивались мы на момент пуска этого метода, это отсутствие микрокатетеров на момент начала выполнения данного метода лечения. Это приводило, конечно, к проблемам, связанным с тем, что эмболы не удавалось доставить туда, куда нужно. То есть это вариант, когда вот эта вот икра, вот это зерно, оно могло разлетаться и приводить, конечно, к эшемизации очень многих близлежащих и отдаленных органов, в том числе. Об одном из таких осложнений я чуть позже вам покажу. Значит, 385 пациентов у нас прошло. Самый большой объем, с которым мы столкнулись, это около 400 кубических сантиметров. Материалы и методы, которые использовались с нами, они классические, для себя мы выработали модель оценки результатов через месяц 3, 6, 12 и 24. Конечно, самый идеальный вариант, когда на потоке смотрит либо сам лечащий врач, либо врач ультразвуковой диагностики, у которого уже как бы набит глаз, он понимает то, что он должен видеть, он понимает стартовые показатели у этого объема, у этого пациента, он понимает, к какому конечному результату мы пришли по результатам проведенного метода лечения. Ну вот те результаты наблюдения, которые были как раз по прошествию разных временных рамок к нами получены. Сейчас мы пошли по пути того, чтобы выполнять ультразвуковое, например, исследование через сутки-двое после выполненной эмболизации. Это уже позволяет четко визуализировать наличие эмбола в толще ткани предстательной железы. Это вариант, который свидетельствует о том, что да, скорее всего, метод выполнен, метод выполнен корректно, и, в общем-то, мы, скорее всего, будем ожидать те положительные результаты, к которым мы так стремились по прошествию этого времени. О чем хотел бы я сказать сразу еще параллельно? Ну, во-первых, о том, что не всегда удавалась билатеральная эмболизация. И, в общем-то, надо признать тот факт, что у пациентов, у которых она не удавалась, а удавалась эмболизация монолатеральная, этого в ряде случаев бывало вполне достаточно для получения конечного итогового положительного результата. Это первое. Второе, с чем приходилось и приходится сталкиваться, это так называемый постэмболизационный синдром различной степени выраженности. Выраженность эта зависит от того, насколько хорошо проведена эмболизация, насколько хорошо был достигнут конечный результат. В чем это заключается? Это заключается в том, что пациенты на протяжении определенного периода времени могут лихорадить. Это заключается в том, что на протяжении определенного периода времени у пациентов может сохраняться болевой компонент в области промежности. И сразу хочу сказать о том, что, как правило, и зачастую этот болевой компонент хорошо снимается назначением нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности, в форме свечей. Так вот, один из случаев наших осложнений, который как раз был на этапе запуска данной методики получен, это вариант, когда мы получили вот такую вот не очень красивую картину. Картина эта была связана, как вы понимаете, с не очень корректной доставкой эмболов туда, куда нужно было бы. И отчасти нужно сказать, что повезло нам и повезло пациенту. Не случился такой тотальный некроз головки полового члена, слава Богу, но на этом месте в последующем получился достаточно неприятный рубец, это деформация головки, и в общем-то, конечно, и мы в свою очередь получили такую негативную информацию, и пациент был тоже не очень этому рад. Хотя сама по себе процедура, несмотря на те сложности, с которыми мы столкнулись, в общем-то, в конечном своем счете, в конечном результате положительно для него завершилась. Те изменения, которые, опять же, по прошествии определенных временных сроков были получены нами, в первую очередь, это уменьшение предстательной железы. Чем дальше мы шагали, тем в большей степени получались положительные результаты, связанные с редукцией узла в более короткие сроки. Сейчас могу вам говорить о том, что двухнедельный период времени при качественно выполненной эмболизации, это как раз тот срок, по истечению которого уже можно говорить о, в общем-то, вполне таких хороших результатах. И была та категория пациентов, которые заходили на это лечение с наличием цистостомического дренажа, эти пациенты зачастую были не готовы ожидать вот этот временной период, дабы убрать дренаж, несмотря на то, что у них вполне был адекватный результат получен от выполненной процедуры. И поэтому эти пациенты активно шли на то, чтобы им была выполнена тур. Как вы видите, абсолютно бессосудистая ткань, ткань, которая фарширована выпадывающими, такими из ее толщи синеватого цвета эмболами, вариант самой операции, он абсолютно бескровен, абсолютно непроблематичный. Я бы даже сказал, что такой вариант операции хорош для той категории докторов, которые осваивают данный метод лечения, потому что проблем нет вообще никаких. Ну и сами временные сроки и, в общем-то, удаление цистостомы, которое может состояться у этих пациентов тут же на операционном столе, это вполне приемлемый результат. Еще раз подчеркиваю, результат для той категории пациентов, которые стремились в кратчайшие сроки избавиться от цистостомического дренажа. Определенной находкой на самом деле была та картинка, которая была получена нашими гистологами, потому что этой информации, к сожалению, нет в широкой литературе, ни западной, ни нашей отечественной, метод до сих пор по европейским гайдлайнам входит в перечень того, что относится к методам экспериментальным, несмотря на то, что он продолжает набирать обороты. Вот так выглядит Эмбол в толще ткани. В зависимости от того, какой компании производителя Эмбол используется, он может быть синего или красного цвета, те изменения, которые были, ну хочу вам сказать, что вот эти гистологические все наши находки и материал, который был получен, это те пациенты, которые как раз сходились с цистостомами, те пациенты, которые через разные промежутки временные с момента выполненной Эмболизации все-таки были прооперированы. Это помогло нам составить определенную картину по тому, как себя ведет ткань, какая перестройка происходит в ней самой и к чему в конечном счете мы приходим по истечению определенного периода времени. Пациенты были, скажем, через 3-4 месяца прооперированы, и это позволило получить ту картинку, как вот, например, следующий вариант, когда фактически полностью перестройка ткани была завершена, новообразованная фиброзная ткань, которая полностью заместила ткань погибшую. Железы полностью в этой ткани отсутствуют, и конечный результат – это адекватное мочеиспускание у этих пациентов. Таким образом, о чем хотелось бы сказать? Ну, наверное, хотелось бы сказать о том, что может существовать еще один альтернативный алгоритм лечения. В чем он может заключаться? Во-первых, это вариант, когда пациенту, а мы говорим все-таки пока о цифре 80 кубических сантиметров, как прописанной во всех, опять же, вообще известных гайдлайнах и выраженной сопутствующей патологии, была выполнена данная методика, был получен достаточно значимое уменьшение объема предстательной железы. В конечном счете у этого пациента, несмотря на полученный результат, сохранились симптомы нижних мочеводящих путей, таким пациентом может быть выполнено как вариант ТУРа. Или вариант улучшения показателей, уменьшения объема предстательной железы, дальнейшее просто динамическое наблюдение у этих пациентов. К сожалению, существует и та категория пациентов неоперабельных, как я уже сказал, у которых, опять же, к большому сожалению, данный метод не возымел должного воздействия, эти пациенты продолжают принимать ту или иную лекарственную терапию, или же при отсутствии выраженного эффекта, и, быть может, при отсутствии смысла проведения повторной эмболизации артерии простаты, они остаются на каком-то палеотимном лечении, либо ходят с истомическим дренажем. В заключении хотелось бы сказать о том, что вполне вероятно, что мы имеем дело все-таки с самостоятельным методом лечения, метод, который, безусловно, дискутабелен и обсуждаем, метод, который требует определенных технологических усилий, метод, который, конечно же, не может проводиться без наличия ангиорентгеноперационной и наших коллег ангиоинтервентов, но, тем не менее, это одна из тех альтернатив, которая, я думаю, постепенно зайдет на рынок, и я думаю, что, по крайней мере, в ближайшие 4-5 лет станет самостоятельной методикой для лечения пациентов с крупными объемами аденомо-предстоятельной железы. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Борис Александрович.